Видео подготовлено сайтом уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класс, авторы Мерзляк Полунский и Кир под номером 467. Нас спрашивают, при каком значении А не имеет корней уравнения. Мы знаем, что уравнение не имеет корней, если оно записано в таком виде. А умноженное на 0 равно b, и при этом b не равно 0. Тогда уравнение не имеет корней, потому что нету таких чисел А, которые бы при умножении на 0 давали бы числа, отличные от нуля. Итак, рассмотрим наше первое уравнение. x плюс 1 умноженное на x минус 3 минус x умноженное на x минус 3 равно Ах. Попробуем с вами в левой части вынести за скобки x минус 3. Тогда в скобках у нас останется x плюс 1 минус x и равно это Ах. Во вторых скобках в левой части у нас будет x и минус x взаимно уничтожатся, останется единичка. И тогда x минус 3 и минус Ах равно 0. То есть из правой части мы перенесли Ах в левую, поменяв знак на противоположный. И тогда x и минус Ах вынесем за скобки x. В скобках останется 1 минус А. А минус 3 из левой части перенесем в правую, поменяв знак на противоположный. Будет 3. Итак, вот у нас выражение x, умноженное на число, которое мы будем искать, и равно это 3, то есть числу, отличному от 0. Это уравнение не будет иметь корней, если 1 минус А будет равно 0. А это будет тогда, когда А равно 1. Уравнение не имеет корней. То есть при А равном 1 уравнение примет вид x, умноженное на 0, равно 3. И тогда у нас нет корней. Нет таких чисел, которые бы при умножении на 0 давали бы число, отличное от 0. Потому что мы знаем с вами правило, что если один из множителей равен 0, то произведение равно 0. Итак, под номером 2. x умножить на 5x минус 1 минус x минус А, умноженное на 5x минус 1, равно 4x минус 2а. Можно, конечно, перемножить многочлены, потом привести подобные слагаемые. Но давайте попробуем, как и в первом случае, вынести за скобки 5x минус 1. Тогда в скобках у нас будет x минус, в скобках x минус А. Чтобы раскрыть скобки, перед которыми стоит знак минус, нужно знаки в скобках поменять на противоположные. Тогда будет минус x плюс А. И равно это 4x минус 2а. x и минус x во вторых скобках взаимно уничтожаются, и тогда у нас остается в скобках А. А умножаем на 5x минус 1. 5x умножаем на А, будет 5ax. минус 1 умножаем на А, будет минус А. Переносим в левую сторону 4x, меняем знак на противоположный, будет минус 4x, равно минус 2а. Оставляем в правой части, потому что оно не содержит х. 5ax минус 4x, выносим за скобки общий множитель х. В скобках остается 5а минус 4. минус А из левой части уравнения переносим в правую, меняя знак на противоположный, будет минус 2а плюс А. Давайте, чтобы не записывать лишнюю строчку, я запишу, что мы к обеим частям уравнения прибавим А. Тогда в левой части минус А плюс А, это сумма противоположных чисел, равна нулю, а в правой части минус 2а плюс А, это будет минус А. И тогда, если у нас в скобках 5а минус 4 будет 0, и при этом в правой части мы не получим 0, то данное уравнение не будет иметь корней. Итак, посмотрим, когда 5а минус 4 равно нулю. 5а минус 4 равно нулю. Если 5а равно 4, тогда а равно 4 пятых. Мы разделили обе части уравнения на 5, на коэффициент перед А. Итак, при А равном 4 пятых, в скобках 5а минус 4 будет у нас 0, а в правой части будет минус 4 пятых. Итак, при А равном 4 пятых мы получим с вами х, умноженное на 0 и равно минус 4 пятых. И это уравнение не будет иметь корней, потому что нет таких чисел, которые бы при умножении на 0 давали бы число, отличное от 0. Итак, нет корней. И нам осталось третье уравнение. Итак, под номером 3 у нас с вами разность произведений в левой части, уравнение 4 в правой. Вынести за скобки мы ничего не можем, так что мы не ищем легких путей. И находим произведение многочленов. 2х минус 5 умножаем на х плюс а. Помним, что а это число. 2х умножаем на х, это будет 2х квадратен. 2х умножаем на а, получаем плюс 2ax. Теперь минус 5 умножаем на х плюс а. Минус 5 умножаем на х, минус 5х. Минус 5 умножаем на а, минус 5а. Минус. Оставляем в скобках произведение, потому что когда перед скобками минус, все знаки меняются на противоположные. Чтобы нам не потерять знаки, не забыть, сделаем подробно. Хотя здесь, конечно, все коэффициенты положительные, поэтому все однощины получатся положительные. Можно их писать со знаком минус, но практика показывает, что на каком-то этапе вы сосредотачиваетесь на том, чтобы все правильно вычислить и забываете про это. Поэтому делаем подробно. 2х умножаем на х, 2х квадрат. 2х умножаем на 1, будет плюс 2х. Теперь 3 умножаем на х плюс 1. 3 умножаем на х плюс 3х. И 3 умножаем на 1 плюс 3. И равно это все 4. 2х квадрат плюс 2а х минус 5х и минус 5а. Оставляем. И открываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Все знаки в скобках с плюсов меняем на минусы. Это будет минус 2х в квадрате, минус 2х, минус 3х и минус 3. Равно 4. И теперь все, что с х, оставляем в левой части. Все, что без х, переносим в правую часть, меняя знаки на противоположные. И приводим попутно подобные слагаемые. 2х квадрат минус 2х квадрат взаимно уничтожаются. Коэффициенты противоположные числа. Это подобные одночен. У них одинаковая буквенная часть х квадрат. И их сумма будет равна нулю. 2а х минус 5х, минус 2х и минус 3х. Это будет минус 10х. Мы привели с вами подобные слагаемые. Минус 5х, минус 2х, минус 3х. В правой части у нас 4. И переносим из левой части в правую часть. Минус 5а. Меняем знак на противоположный. Будет плюс 5а. И минус 3 переносим. Меняем знак на противоположный. Будет плюс 3. В левой части выносим за скобки общий множитель х. И можем 2 еще вынести. Потому что и 2, и 10 кратно 2. Тогда в скобках останется. 2а х делим на 2х, это а. И минус 10х делим на 2х, получаем минус 5. Равно 4 плюс 3, 7. И плюс 5а. Итак, если мы найдем такое значение а, при котором выражение в скобках в левой части будет равно нулю, но при этом значение выражения справа не будет равно нулю, то мы нашли то самое значение а, при котором данное уравнение не будет иметь корней. А это при а равном 5. А минус 5 равно нулю. И при а равном 5 мы получим с вами 2х умножить на 0. И равно это 7 плюс 5 умноженное на 0. 7 плюс 5 умноженное на 5, да. И тогда в левой части у нас будет 2х умноженное на 0. Равно, а в левой 5 у 5 это 25. И 25 плюс 7. 32. Разделим обе части уравнения на 2. И тогда получаем х умножить на 0 равно 16. Нет таких чисел, которые бы при умножении на 0 давали бы нам произведение, отличное от 0. Поэтому при а равном 5 данное уравнение не имеет корней. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.